Теперь небольшое замечание, чтобы вы понимали, что в этом месте можно немножко лучше сделать. Замечание состоит в том, что на самом деле можно доказать чуть-чуть больше, если поаккуратнее повозиться с оценкой. Если поаккуратнее повозиться, можно доказать вот такое неравенство. Есть на свете такое число Е, которого вы пока не знаете. А, 2 и 7, да. А, связанность роста, например, денег в банке. Ну, да, то есть я не буду сейчас вас грузить объяснениями того, что такое вот это Е. Я напишу здесь 1 поделить на, скажем, 2 и 719 тысяч. Ну, Е, это число, равное 271, там 828, 1828, 1845, 1845 и так далее. Там после запятой разные циферки едут, но оно меньше, чем 2 и 719. Значит, я напишу 2 и 819, да, это иррациональное число. Вот, я здесь еще напишу корень из двух. Вот так. Ну, то есть те, кто знает, что такое Е, просто понимаете, что здесь стоит Е. Е можно на корень из двух, да? Ну, вот какая-то загадочная константа, 2 и 719 тысячных умножить на корень из двух, так. Умножить на S и умножить на 2 в степени S пополам. Но тут надо сделать оговорку, при достаточно больших S. Вот здесь было при S больше или в равных тройке, а это верно, только при достаточно больших S. Больше там чего-то еще. При достаточно больших S. Вот это то, что люди умеют доказывать, то, чего я совершенно не собираюсь делать с вами. Не хочу вас мучить всякими страшными неинтересными выкладками. Но просто хочу, чтобы вы знали, что вот есть такой на самом деле код. То есть, если аккуратнее оценивать вот в этом неравенстве, то можно получить вот такую оценку. Почему она лучше той, которую мы получили? Кто понимает? Вот эта оценка лучше, чем та, которую мы получили. По крайней мере, при больших S. Почему она лучше? Ну, она не знаю. Ну, вот из-за этого сомножителя, конечно. У нас была оценка величиной целая часть от 2 в степени S пополам, да? А здесь оценка S большое. Тысяча, например. Но подумаешь, что тысячу поделили вот на эту ерунду. Это 10, там, примерно, допустим, да? Да это меньше, чем 10. Это 2 и 7 на полтора. Что, я не знаю, это 4 что-то такое. Ну, да. Вот это примерно 4, да? То есть, если это сравняется тысяче, то здесь мы в дополнение вот к этому сомножителю получим еще 250. А здесь только этот сомножитель. Да, 250. Это для тысячи 250, а для миллионов 250 тысяч. И так далее. Для 4 миллионов в миллион. То есть, это оценка лучше, конечно. Но это как-то большая. Ну, только для доставки. Ну, там тысяч точно хватит. Чтобы она была верна, тысяч точно хватит. Это я просто вам говорю как некое заклинание. Понятно, что я этого не доказываю. Понятно, что вы не должны понимать, откуда это берется. Вы не должны понимать, что такое е. Ни в коем случае не пугайтесь. Просто вот есть такое нередство. Потому что если я все равно единица, то у нас наоборот меньше становится. Ну, конечно, да. Даже если не единица, а тройки. Три четверти меньше от нас. Да там, видите, тысяча-то не нужна, потому что это всегда нет. Ну, в общем, так вот. Так вот. Ну, это просто замечание. Не бойтесь, это понимать не нужно. Надо понимать, потому что есть такое нередство. Оно откуда-то вытекает. Вот. А теперь я вам расскажу некоторое идейное улучшение того рассуждения, которое мы только что приняли. Вот это гораздо интереснее. Вот чисто идеологически. Как можно дальше улучшать оценку числа Рамсея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова